МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просыпайся, наш любимый телезритель! Первые лучи солнца озарили вашу комнату, а вместе с ними к вам пришла программа Утро Хакасии. Ну и, конечно же, мы ее ведущие Наталья Чудина и Кирилл Ермаков. Этим утром мы, как обычно, приготовили для вас только самую интересную и полезную информацию. К примеру, расскажем вам, чем полезен и как вырастить у себя на участке манжурский орех, узнаем, как правильно делить торт, а еще самые модные тенденции этой осени. Да и просто интересно вместе проведем ближайшее время. Главное, не отходите далеко от телевизора. Сегодня 10 сентября. Первый день рабочей недели. И очень хочется, чтобы этот понедельник как-то отличался от остальных. Ну, а этот день и так отличается от остальных. 10 сентября – это день разноцветных букетов. Так что готовьтесь. Возможно, и вас кто-то поздравит с этим днем и подарит большой, а главное, яркий букет. Опять цветы – это, конечно, приятно. Но, если честно, поднадоело. Да и простоит такой букет недолго. Букеты давно из этакого приложения к подарку стали настоящим произведением искусства. Они бывают не только цветочные, но и из конфет, фруктов, мягких игрушек и даже колбасные. А я даже как-то раз видел из вяленой и сушеной рыбы. В общем, найдется букет по душе для каждого. Еще одно событие произошло 10 сентября 2008 года. Событие, в которое одни не верили, а другие очень боялись. На границе с Швейцарией и Францией запустили в работу большой адронный коллайдер. Самый мощный в истории ускоритель элементарных частиц. Запускался он, заметим, со скандалом и опаской. Ведь, согласно ряду теорий, в результате его работы могли возникнуть черные дыры, которые бы начали поглощать материю. Сторонники этой теории утверждали, запуск коллайдера будет равносилен концу света. Но, как выяснилось, черная дыра поглощает только деньги. Спустя 10 лет мы все живы, а значит, теория, к счастью, не подтвердилась. Но зато наш прогноз погоды в большинстве случаев подтверждается на 100%. И сегодня синоптики нам обещали достаточно комфортную погоду. В Хакасии будет преимущественно без осадков, а кое-где пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в среднем 13-17 градусов выше нуля. Ночью от 7 до 10 градусов со знаком плюса. А теперь подробнее по территориям. В Черногорске и Усть-Абакане в этот понедельник кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 17 тепла. В Сорске всего плюс 13 в дневное время и преимущественно без осадков. В Саиногорске и Беи максимальная температура воздуха днем 14-15 тепла. Малооблачно, дожди не ожидается. В Белом Яре теплее, плюс 17, но возможен небольшой дождь. В Аскизе солнечно и 17 выше нуля на термометрах. Осадки там маловероятны. В Баграде и Шира воздух в светлое время суток прогреется до 15-16 тепла. Ну и кратковременные дожди. В Абазе и Таштыпе ясно, без осадков. А на градусниках здесь днем 14-15 градусов выше нуля. В Копьево дождь и плюс 15. В Абакане в этот понедельник синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в столице Хакасии к полудню прогреется до плюс 17. Ветер до 5 метров в секунду. Ночью температура упадет до 10 градусов выше нуля. Но какая бы ни была погода за окном, выглядеть модно и стильно хочется всегда. И сейчас мы расскажем вам о главных трендах этого сезона. Всем абсолютно всем модного утра. Как бы нам всем не хотелось бесконечного солнечного лета, увы, осень неизбежно наступает на пятки, поэтому настало время утепляться. И прямо сейчас поговорим о фэшн-трендах этого сезона. Начнем с тенденции, которая, пожалуй, никого не удивит. Это оверсайз. Последние 4 года он не дает покоя стритстайлерам. Этой осенью и вы обязательно наденьте объемное пальто или пуховик. Особенно, если они уже есть в вашем гардеробе. Если же говорить о цвете, то здесь работает правило. Все модное, это хорошо забытое старое. В этом сезоне палитра ярких осенних оттенков соседствует с пастельными тонами и приятными глазу принтами вроде клетки и леопарда. Но не забываем, что кошачий пятнистый рисунок ни в коем случае не должен быть тотальным. Леопард либо в аксессуаре, либо в одном из элементов одежды. К примеру, леопардовую юбку можно сочетать с черным верхом. И стильно, и не вычурно. Если же говорим о тотал-луке, то модницам стоит обратить внимание на ярко-алый цвет и на благородный темно-зеленый. А самые смелые могут вообще их сочетать. Цвета осени, золотой и оранжевый в этом году также находятся на пике популярности. Ультрафиолет. Он официально считается главным цветом 2018 года. Правда, не все рискуют добавлять его в свой гардероб. Для таких скромняк существует лавандовый оттенок, а всем остальным рекомендую облачаться в яркий фиолетовый. Ну или на самый крайний случай цвет настроения синий. Без исключения, все мировые подиумы этой осенью наполнены тоталуками из кожи, либо эко-кожи, в том числе и лаковыми. Предпочтение черному, коричневому, либо красному цвету. На особом счету кожаный плащи в пол. Этот тренд универсален, он и для женщин, и для мужчин, так же, как и вернувшийся стиль 80-х. Самый главный его принцип – утрированность. Если что-то узкое, то максимально узкое. Если мини, то это радикальное мини. Если что-то объемное, то это нереальный оверсайз – валаны или рюши. Здесь же рукава летучая мышь, все блестящее, яркое и броское. Модные веяния сезона 2018-2019 коснулись не только одежды, но и обуви, конечно. Если коротко, то обувной тренд – это ковбойские сапоги в самых разных интерпретациях и высокие сапожки с широким голенищем. Творческие натуры могут подчеркнуть свою неординарность с прозрачными элементами и так называемыми голыми участками. Это был краткий обзор модных тенденций осени. Желаю всем быть в тренде, но не теряйте своей индивидуальности. Мы делили апельсин, много нас, а он один. Помнишь такой советский мультик? А, это из мультика? Ну, конечно, помню. И, должен сказать, апельсин делить на самом деле не так уж и сложно. Что уж там, почистил, порезал на дольки, раздал всем, кому не жалко. А вот с тортом, например, сложнее. В нем же долек нет. Вот представь, вот у нас на столе, например, стоит торт. Вот, ты бы как его порезала? Ой, это очень просто. Я бы спросила у тебя, какого размера кусок ты хочешь, с какого краю, что там должно быть, вишенка или розочка, и отрезала бы от торта самый большой, самый красивый кусок для тебя. Ну, остальное сама бы съела, конечно. Знаешь, я, пожалуй, никогда не доверю тебе такое ответственное дело. Я лучше сам научусь и покажу другим, как правильно резать торт. Наташа, Оля. Ну, собственно, как и обещал, торт. Клёв-клёв-клёв. Давайте, давайте, скорее. Клёв-клёв. А вы пока режьте, а я пойду, пойду за чаем схожу. Классно, торт – это классно. Так, сейчас нарежем. Торт, потом поперём. Да, на кусочек. Ну, давай, приступим. О-о-о-о-о, что вы делаете тут? Ну, торт режем. Ну, кто ж так торт-то режет? Ну, как? Всю жизнь так резали. Ну, значит, вы всю жизнь резали торт неправильно. Ну, как правильно? Отдай нож. Правильно резать математическим способом. Между прочим, этому способу уже 102 года. Какой ты древний. Ты математик? Не спрашивайте, откуда я это знаю. Итак, смотрим и запоминаем. Значит, находим серединку торта. Она где-то вот здесь у нас. От этой серединки немножечко отступаем в сторону. И вот так на всю длину торта делаем вот такой разрез. Запомнили? И точно такой же, симметрично, мы делаем второй разрез. Параллельно? Параллельно. Абсолютно верно, Ольга. А ты скатила немного. Сразу видно, что у тебя два высших образования. И вот эту вот серединку, смотрите, аккуратно, вот так, на всю длину, аккуратненько, вынимаем и кладем на тарелочку. Ровный кусочище. Потом вот этот кусок мы уже можем поделить на несколько. Нас тут сейчас трое, поэтому вот так. И вот так, смотрите, идеально ровный кусок. И что мы делаем дальше? Затем мы берем вот эти вот оставшиеся части торта и сдвигаем вот так их друг к другу. И теперь можно торт убирать в холодильник. И он не засохнет, не заветрится и всегда внутри будет свежим. Потом мы делаем то же самое. Мы снова вот таких вот два параллельных надреза. Опять достаем оттуда серединку. А эти части торта, смотри, мы снова сдвигаем их в кучу. И у нас снова получается круглый. Почти что? Почти круглый. Почти круглый торт. Ну вот, и вот такой вот торт получился. Можно, в принципе... Еще раз. Можно, в принципе, кому-то и передарить даже дальше. Видите, почти целый. Вот такой вот у нас сегодня сладкий, вкусный, полезный лайфхак. В США, ну, конечно, где же еще, произошел забавный случай. Житель штата Мичиган утром направлялся на работу. Но, когда включил в машине кондиционер, услышал странные звуки. Остановив машину и заглянув под капот, мужчина остолбенел. Ведь двигателя он просто не увидел. Его скрывал плотный слой шишек. Вместе со своим другом он в итоге достал из-под капота машины 23 килограмма еловых шишек. Подобный случай в городе не первый. Белки часто используют местные авто в качестве укромных мест для своих запасов. У нас сейчас тоже время делать припасы на зиму. И самый сезон собирать бруснику. Ягода эта не только вкусна, но и невероятно полезна. И о ней наши пять фактов. Ягоды брусники содержат в себе бензойную кислоту. Она не позволяет размножаться бактериям, что дает бруснике уникальную возможность храниться почти всю зиму. Это значит, что собрав урожай, вам не нужно быстро закатывать его в банки или засовывать их в морозильную камеру. Они прекрасно полежат и порадуют вас своей свежестью, когда на улице уже будут лютые морозы. Дуб всегда был символом долгожительства, но брусника ему в этом совсем не уступает. Кустик брусники вполне может прожить 300 лет. Так что, посадив такой куст, вы можете оставить наследие не на один век для своих потомков. Как и любое растение, бруснику лучше сажать весной. Так она приживет намного лучше и легче. С давних пор брусника считается ценным лекарственным растением. Ценность представляют и листья, и ягоды брусники. Листья содержат гликозиды, дубильные вещества, множество органических кислот и витамин С. Они обладают противовоспалительным, мочегонным, желчегонным и вяжущим действием. Брусника спасает от дизентерии и помогает предотвратить цингу. Эффективное ее применение при отложении солей, авитаминозе, гастрите, настой из побегов брусники, помогает при головной боли и простудных заболеваниях. Ягоды брусники даже при кратковременном употреблении в пищу повышают остроту зрения. Плоды кустарника противостоят нескольким раковым образованиям. Благодаря ингибирующей активности ягоды борются со злокачественными клетками шейки матки, толстой кишки и лейкемии. Вообще в современном мире выявлено немалое количество ягод, способных противостоять раковым образованиям. Среди них брусника является лидером за счет высокого содержания процианиндинов. Еще один факт добавлю от себя. Варенье из брусники, кроме того, самое вкусное. Кирилл, а ты знаешь, варенье можно варить не только из ягод, но и из тыквы, из кабачков и даже орехов. Каких орехов? Из арахиса, что ли? По поводу арахиса не знаю, а вот из грецких или маньчжурских можно. И получается оно очень вкусное и оригинальное. А что это за орех такой маньчжурский? И где он растет вообще? Это родственник грецкого ореха. Очень похож на него внешне. А вырастить его можно и в Хакасе. Как это сделать, знает наша Юлия Константинова. Представьте, все заходят у меня в сад и говорят, что это у тебя за пальма. Я говорю, это не пальма, это орех маньчжурский. Настоящее украшение сада. Дерево декоративное, огромное, стройное, похожее на пальму с широкой кроной из урудных листьев. Мы с мужем железнодорожники, мы с ним все время ездили куда-нибудь, путешествовали. И вот привезли в 2003 году, ездили на Дальний Восток. Я как увидела, там у них ясени и орехи вот эти маньчжурские. У нас тополя, а у них эти деревья огромные, деревья первой, главной величины. И я говорю, где хочешь мне, бери. И вот мы купили там и привезли. А еще набрали орехов. Посадили, так что своей родиной эти малыши трехлетки с полным правом могут считать хакасию. Надо сказать, чувствуют они себя здесь вполне комфортно. Ведь орех маньчжурский, культура неприхотливая, устойчива к болезням и вредителям. Без проблем выдерживает даже длительные 30-градусные морозы. Оно такое дерево умное. Вот листья долго-долго не распускает пока по весне, что вот холодно. Но иногда все равно бывает, вот попадает. Вот здесь вот, как вроде пошла почка, видите, вот она. Как остановилась, да. Но потом другие пошли. Как и у винограда. Вот три слоя корня и три слоя почек. Так и у него почка в запасе всегда есть. Все, что нужно взрослому дереву – регулярная обрезка и удаление сухих ветвей. Крону сделайте себе, сколько, какую высоту вы хотите. И все, подняли на тот уровень. Ну, а там пошли почки, раз, отщипнули почку и пускаете потом повыше. И все. Любое, как дерево, формировать. Молодой же орех в первые несколько зим лучше укрывать специальной пленкой или мешковиной. Несколько раз в сезон поливать. Сорняки пропалывать, рыхлить почву, чтобы не допустить застоя влаги. В благодарность за это дальневосточный гость за год может отблагодарить приростом побегов до полуметра и ранним плодоношением. Вот у него какие орехи. Это нынче еще весна была холодная, как раз они цвели и подмерзли. Вот у них. А вообще, вон там вообще, видите, вон они прям раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, семь штук. У него зернышко, как и у грецкого, но только меньше. У него шкурка толще. Ее либо разбиваешь молотком, либо как эти, картошку печенки-то вот мы на костре делаем, запекаем. В ведро их наложил, в котер он сам раскрывается. Из ядер манчжурского ореха варят варенье по той же рецептуре, как из грецких. К тому же они задержат огромное количество полезных веществ. Поэтому их желательно включать в ежедневный рацион людям с заболеваниями сердца и сосудов. Применяют плоды для лечения кожных заболеваний, используют при расстройствах кишечника, внутренних кровотечениях, эндокринных нарушениях, онкологии. Вытяжка из них помогает при инфекционных и вирусных недомоганиях, повышает иммунитет и укрепляет организм. Что касается листьев, они блестяще справляются с функцией отпугивать моль и даже мышей. И еще садят его у беседки, у мангала, что не будет мух. Мухи боятся. Вот вроде он ничем не пахнет, ничего не выделяет, проходишь мимо него. Но вот, говорю, мухи боятся, что где-то будете вы кушать, обедать, что не будет мух у вас, ребята. То есть рекомендую? Рекомендую, да, завезти, да, в саду. Согласитесь, такой красавец украсит любой ландшафт. Но можно его высаживать и в качестве щита от северного ветра, использовать как живую изгородь, обрезая крому на высоте двух метров. В этом случае саженцы разрастаются в нижней части и образуют красивую сплошную стену. В общем, мажорский орех позволяет экспериментировать. Так почему бы не попробовать посадить это дерево? Успевайте. Ученые не оставляют попытки заселить Марс хотя бы бактериями. Они даже нашли претендентов в вечных льдах Антарктики. Главная проблема, с которой придется столкнуться организмом на Красной планете, это даже не передпады температур от минус 125 до минус 60, а перенасыщенность грунта солями хлорной кислоты. Но эти бактерии продолжают свой рост даже при концентрации перхлоратов в 10%, а на Марсе он всего около процента. А низкие температуры им и вовсе не страшны. Так что, возможно, на Марсе, может, и, конечно, не будут яблони цвести, но колонии бактерий точно зацветут. Другие новости от «Звездного неба» в рубрике «Астропрогноз». У овнов будет прекрасная интуиция, которая поможет им принимать правильные решения. Если у тельцов будет на сегодня четкий план, то они смогут успеть все и даже больше. На многие вещи близнецы сегодня просто махнут рукой. Раки, вам сегодня по плечу все новое, начиная от работы, заканчивая отношениями. Львы, найдите время, чтобы детально спланировать проекты на будущее. У дев проснется талант красноречия, так что сможете завлечь всех своими рассказами. Дружеская компания – вот что так необходимо весам сегодня. Сегодня скорпионы смогут получить предложение, которого долго ждали. Стрельцы, сегодня вы найдете вдохновение в детях, либо своих, либо играющих во дворе. Чем бы ни занималась команда, в которой присутствуют козероги, она будет иметь успех. Водолеи, сегодня кто-то растрогает вас своей историей до слез, но не стоит настолько сильно пропускать ее через себя. Сегодня рыб могут с кем-то познакомить, и им абсолютно не стоит стесняться. Чего бы ни обещали вам звезды, мы уверены, эта неделя для вас будет удачной, ведь началась она правильно с программы «Утро Хакасе». И пусть каждый день принесет вам только хорошее.